Вот мы доехали до Рафаиловичей, пойдем сейчас в нашу гостиницу заселяться. И, короче, когда мы здесь были в прошлый раз, в 2019 году, тогда уже этот прикол заметил, но забыл о нем рассказать, по-моему, в своих статьях. Сейчас покажу, что это такое. Вот, короче, идем мы по тротуару, никого не трогаем. И тут херак, и все, нет тротуара. И надо просто падать туда ночью. Или вот здесь. Ну, как-то это все очень небезопасно выглядит. Это жесть какая-то. Да и здесь тоже идти вообще сомнительное удовольствие по этому мосту. За прошедшие два с половиной года вижу одно изменение. Сделали надземный переход. А остальное вроде все как было. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ну да, всё по-старому Субтитры создавал DimaTorzok Вот, отдыхающие на пляже Но в воде никого Неужели она прям такая холодная? Выглядит тёплый Прекрасный ресторан-парад По самому счёту, он таким был в 19-м году Думаю, мы сегодня проверим Не испортилось ли там всё, там яхта внутри Ну, в общем, наш отель это что-то из этого В общем, отличие от 19-го года будет сильное, потому что Тогда мы были здесь в конце сентября Это был уже конец сезона, всё закрывалось Какие-то кофе уже в принципе были закрыты, какие-то закрывались Прямо на наших глазах Буквально у нас вносили кофе и всё Выкидывали чашку в мусорку А сейчас наоборот Начало сезона Чё открывается и уже, ну, чё работает Это? Нет, это да Какой-то из этих домов сейчас я достану Вон-то А, там в гостинице Наверное, сюда, в администрацию Мне надо позвонить Попасть в наши апартаменты мне казалось не так просто Чтобы попасть туда, нужно проехаться на персональном лифте Пойдёмте Здесь у нас всего два варианта Либо нулевой этаж, либо первый Поднимаемся на первый этаж Для USA Пойдёмте Выходим Ты Мальчик Пойдёмте вот это это наш номер в апарт-отеле туалет понятно простой но комната просто огромная я не знаю что здесь делать это баллы выстраивать еще пол такой каменный короче пространство просто дофига все это вместе объединено с кухней там шкафы в шкафах еще место и есть прикольный балкончик с хорошим видом на залив и горы на залив и горы а также на дорожку по которым мы сюда пришли вот она и стоит такой номер две ночи 81 евро лучший пляж варфаиловичах это пляж каменева и сейчас я покажу как до него дойти дорогу сама по себе туда довольно интересно пошли вот ресторан порт если я правильно показываю а нет неправильно а нет правильно ну короче где-то там вот это все ресторанчик рафаилович и так по набережной нужно пройти вот здесь наш апарт-отель и здесь поворачиваем налево характерный указатель для поворота это такая вот утес слоистый с мачты наверху можно теоретически купаться и здесь но здесь такой пляж крупнокаменные в общем тяжело здесь сходить без тапок на и воде тоже самое зато людей обычно не очень много мы идем дальше здесь хочется немножко помедленнее пойти потому что тоже интересная скала и главное что здесь слева такое адовое нагромождение этих слоев видно как сползала эта скала сверху ломалась кусок отвалился выпал в море вот этот а теперь такой туннель время сейчас падать от 1 будет видно здесь очень покупаются тут вместо живописное вот тут советские видео времена были душевые кабинки опресниться после купания короче этот уголочек это прям самое такое красивое место наверное с точки зрения скал рафаилович их вот здесь свои просто вертикально стоят они по идее же горизонтально должны лежать ну ладно так это будет долго продолжаться но включая ускоренный режим и в этом ускоренном режиме мы пройдем через туннель а кстати в туннеле продают там на выходе фрукты летом но сейчас никого нет поэтому просто пробежим через него нас вот мы вышли из туннеля он очень гуманный потому что дорога на пляж идет вверх ты можешь запыхаться и потом весь потный прыгнуть сразу в море в море а с пляжа ты спускаешься уже вниз и особо не потеешь сюда можно приехать на машине вот это принимает куда-то сверху там страсти съехать по этой дороге но иначе я не знаю откуда все машины которые внизу стоит здесь появляются только если отсюда сейчас куда иду каю покажу как выглядит сама эта бухта вот так она выглядит людей вообще никого позже какое счастье а вот это остров свете стефан это известный известное туристическое место но там довольно дорого жить там отдыхают всякие звезды голливуда прочие ребята простые ребята вроде нас это место фотографируют выкладываются инстаграмы фотографирует естественно издалека внутрь туда просто не попасть пляж хорош тем что во первых здесь вода чистая потому что здесь нет города там ты в рафаиловичах все-таки там стоки всякие здесь никаких стоков нет здесь мало людей и очень приятная галька на берегу по ней приятно ходить если привыкнуть конечно сначала может быть больно кто не любит гальку для тех есть там зоны с песком но сверху вот это всякие бар и кафе они сейчас только открываются потому что сейчас первое мая потом тут вся вот эта вот территория она занята будет различными заведениями сейчас тут вокруг пляжа такая строительная суета может возводится все эти кафе бары но скоро все закончится здесь будет прямо отлично чем приколен песок здесь он крупный там например в евпатории песок очень мелкий он пристает прям как пыль не отмыть его а а здесь он такой крупнозернистый и поэтому вообще легко раз все его нету босиком ходить по такому песку тоже одно сплошное удовольствие ну а вдоль берега вдоль воды там уже галька сначала крупная потом помельче дно каменистое да тоже с галькой лучше в тапочках заходить если с непривычки ну или можно привыкнуть тоже к этим камням почти никто не купается если купаются то только по колено к воде потому что вода холодная но я сейчас попробую искупаться и скажу точно холодная она или нет реально холодная блин мало того что холодно так еще и дно такое каменистое ух как строго покинулся это жесть ребята вода тут сейчас 16 градусов но в ней все равно можно купаться я такую тему понял надо первый раз зайти слегонца окунуться и назад постоял посох второй раз зашел немножко поплавал попривыкал вылез снова посох а третий раз уже вот я сейчас третий раз залез спокойно плаваю и как бы даже не особо холодно ну понятно что далеко заплывать не надо но в общем плавать можно главное вода смотрите какая чистая пойдем гулять здесь в рафаилович их есть одно интересное место где можно здорово погулять такой хайкинг небольшой там правда канализационная станция но зато тропинка туда очень интересная мы вот цивилизованная часть рафаилович вот это набережная со всякими ресторанами и нам нужно пройти по всей вот этой набережной туда дальше вперед там уже будут бельщики и мы идем вот на этот мысочек зеленый там есть тропа и канализационная станция по моему она уже не действует но все равно можно мне посмотреть по дороге покажу пляжи дерево просто переполнены шишками ни одной иголочки нет одни шишки в рафаилович их активное строительство сейчас ведется вот например можно купить такой такие апартаменты за 624 тысячи евро 138 квадратных метров ну а если у вас нет 624 тысяч евро из всего 507 тысяч конечно можно купить квартирку похудше похудше похуже вот 112 квадратных метров на девятом этаже вот их контакты вот надолго задержу здесь qr-коды мало действительно кто-то заинтересуется мы дошли до бичичей вот это бичич бичичский пляж он песочный и вход в воду там песочный вообще довольно приятное место за исключением одной особенности которую покажу чуть позже итак про то почему пляж бичичах хуже на мой взгляд чем пляж в каменево дело в том что здесь рядом с бичичами есть вот такая речка она спускается трассы где-то наверно с гор и тут сигнал и чтоб они течет но по дороге она собирает весь мусор который находят и выносит его вот сюда на пляж и течет дальше там впадает залив ну не знаю насколько здесь вода чистая в общем как-то купаться там нет большого желания из-за этого удивительно что может быть бичащих купаться вот здесь это такой самый дальний уголок пляжа самый дальний угол бухты вот этой вот там от рафаиловичи а здесь получается далековато уже от сброса этих вот наверное здесь нормально ночью мы здесь купались в основе года назад тут волнеча были большие и вроде было все хорошо волосы не выпали потом утром рафаиловичах мы слышали колокольный перезвон и в общем теперь нашли источник этого звука вот здесь по дороге бичичах получается есть церковь святого тома или тома сделано неплохо это отличное место куда можно сбежать с пляжа потому что здесь прохладно тенек что там вот Сюда еще можно попасть, получается, и в шоссе, с трассой. Заздравли, свои кородицы, овосьедник, кодиже. Перевести трудно, но понятно, что человека зовут Рафаилович, из деревни Рафаиловича. Хлак сербский, да. Обнаружилось еще одно место, где источные воды с гор, через трассу проходят и вытекают, видимо, на пляж. Отсюда не видно. Вот здесь специальный такой канал. Сейчас он, к счастью, обмелел. Мы видим после дождей здесь бурные потоки. И он уходит здесь под набережную и дальше вот в какой-то ресторан. Но мы сейчас пойдем туда, выйдем на берег и посмотрим, вытекает ли вода в залив. Ну да, вот здесь все вытекает и отправляется прямиком в залив. Так что в этом уголке тоже купаться не очень. Разве что там в самом-самом углу. Вот мы купались в тот раз в самом углу. Но сейчас мы дойдем до него, возможно и там окажется какая-то фигня вытекает. Вот крайняя точка пляжей в этой бухте. И теперь мы пойдем, вот там люди сейчас идут по этой дорожке туда в край. Пляжей. 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 Не сдвинуть Как в роз И здесь, видимо, тоже что-то упало Потому что слои вертикально уже не растут Они горизонтально накладываются А тут они вертикально стоят Место довольно опасное Просто вот так вот обрыв Вот и все А там высоко падает О, мы нашли первого Ленина В Сербии нет ни одного памятника Владимиру Ильичу Как мы не искали на картах Ничего не нашли Даже улиц никаких нет В Белграде А здесь вот есть Ленин Место, может быть, не самое презентабельное И не очень понятно Какой вообще радость Ну вот, да, это насосная станция Которую я упорно называл Канализации Надпись Волем лули Ты сердце мое Понятно, волем это люблю Остальное, понятно, без перевода Ну вот Обзорная площадка При насосной станции А то Откуда открываются Лучшие виды на Бечичи И Рафаиловичи Придется удалить все фотографии Которые я делал до этого Оставить только те Которые я сделал здесь Сейчас Ну, кстати, это не конец Можно еще пройти по камням туда На самый конец этого мыса Ну, мы, конечно, это сделаем Только сначала здесь посадка Ну Пофотографировались Теперь полезем Посмотрим Что там в конце этого Мыса А, кстати, пока здесь стоим Расскажу Это остров, на котором Есть пляж Гавайи Ничего особенного там На самом деле нет Вот и в Гавайях Ну, так же красиво, как и везде Здесь, в общем-то Единственный интерес представляет Поездка туда на катере Потому что на обратном пути Он идет вдоль острова Подходит к разным пещерам И проходит мимо вот этого вот Не знаю, видно ли вот этот домик На самом краю острова Так что тут дело не в пляже А в поездке на пляж А точнее в поездке с пляжа В общем, пока это место похоже просто на какую-то Мусорную свалку Надеюсь, вид, который мы увидим С конца этого мыса Все окупит Ну, собственно, вот он и конец Не скажу, что здесь прям супер-классно Скорее можно зайти сюда Зайти сюда для галочки А, кстати, отсюда видно Будву Будву Вот это уже Будва А вот это Единственная достойная достопримечательность Типа старый город Ну, там крепость Вообще довольно интересно Можно прогуляться тоже туда Вот эта часть путешествия По камням заканчивается Теперь мы пойдем наверх Там есть тропа, которая выходит Тоже там наверху к трассе Но по этой тропе Интересно идти Потому что там сильно пахнет Разогретыми кипарисами Там такой запах горячей хвои И одновременно Йодный запах с моря Идешь и чувствуешь Как оздоравливаешься Вот здесь уже начинается Такой густой запах Квои Не передать через видео Это что, бэйби кипарис? Какая прелесть Разве кузнечики так летают? Мы пришли к выводу Что то, что мы сейчас видели Это была цикада Цикада обыкновенная Потому что Если бы она была красного цвета То цикады красного цвета Называются цикады из ада А цикады коричневого цвета Называются цикада из ада Прогулка по кипарисовой рощи Хотя тут, наверное, не все кипарисы Тут, наверное, вообще нет кипарисов Вот один я вижу Короче, прогулка по этой рощи заканчивается Но подъем продолжается Выйдем на самый верх Посмотрим, что оттуда видно И начнем спуск По другой стороне Вот по той стороне Как и два с половиной года назад Наверху Какая-то строительная площадка Парковка В общем, дальше Если пойти в ту сторону То там будет выход к гостинице Нам туда не надо Мы будем спускаться Здесь Где-то здесь была тропа Сейчас надо будет ее найти А, вот она Ну все Так и пойдем внизу На лице Наташи я читаю сомнения Но нет, там можно пройти О, кто-то потерял здесь солнцезащитные очки Но я такие не ношу Они слишком квадратные Для моего круглого леса И вообще не женские Блин, здесь, конечно, трешак Такая помойка Но когда спустимся вниз Там будет получше А здесь пока похуже Да, смотрите, ребята Пойдете в шортах Поколите ноги Колючек много Ну вот Совсем другое дело Можно пойти налево А можно пойти еще ближе к воде Вот внизу Тропинка Вполне можно идти горизонтально Не карабкаться никуда И здесь мусора уже, конечно, поменьше Да и вообще поприятнее Когда вот рядом вода Блин, что там за шум? Как будто на пароходе музыка играла Ага, короче Вот эта тема здесь реально В 2019 году и стояла И продолжает стоять Кто-то здесь Не просто живет А еще и выращивает цветы Вот и рис Дальше Тропа немножко теряется Но все равно Видны какие-то следы Здесь Нахождения человека Так что, думаю, мы выйдем В итоге Снова примерно к насосной станции Оказалось, что там дальше Прохода нет Потому что там тропа заросла Терновником, видимо Не хочется в него лезть И обдирать кожу Поэтому мы здесь поднимемся На верхний уровень Ну, в общем, нормально Собрались И вот здесь прям вообще Человеческая тропа По ней пойдем обратно Ну вот Вышли на развилку То есть Если Здесь пойти направо То будем подниматься вверх И дойдем до антенны А потом будем спускаться вниз Вот по этой стороне Да? Вот этот правильный маршрут Все Теперь идем спокойно На пляж Бечичи Купаться там В канализационных этих водах Вот мы и дошли До пляжа Бечичи Людей Совсем мало Поэтому можно лежать Прям где угодно Подозреваю Что где-то Тут С краю Тоже какие-то воды Сливаются Но море Ничем плохим не пахнет Песок Просто отличный Крупный К ногам не пристает Горячий И очень приятный На ощупь Пойдем посмотрим Что там в воде В воде уже не песок А галика Но галика мелкая В отличие от Каменева Здесь конечно Приятно заходить в воду И вода вроде как потеплее Подозреваю Что это из-за того Что здесь мельче А не из-за того Что здесь калеризация Но выглядит Таким образом Короче говоря Отличный здесь пляж Зря я ругал Про сточные воды Что-то вспоминал Вода чистая Пляж тоже чистый И самое главное Что здесь есть Души С помощью которых Можно опресниться В Каменево таких нету Ну может быть Потом их поставят Вода здесь теплее Прямо конкретно теплее Чем в Каменево И глубина тоже начинается Довольно быстро То есть заходишь По хорошему Песочному дну Там мелкая галька Пару шагов И тебе уже Там по грудь Можно нырять Короче говоря Хороший пляж Вот здесь В самом конце В самом конце Это песочные полосы Рафаилович Бечичи В этой части Берега песок Более мелкий Он такой уже Но все равно Не как пыль Все равно Хороший Но покрупнее И здесь есть Такой понтон Для причаливания Всяких лодок Но Как видно Его можно использовать И для ныряния Рафаиловичи Это не только пляж И та вот тропа По которой мы ходили Там в конец мыса Это еще Сам по себе Поселок С улицами И тут тоже Можно немножко погулять Посмотреть На интересные дворы Вот этот песик Он С поводком Ошейником Он сначала бегал По набережной Теперь он стоит здесь Наверное он потерялся Получается здесь Можно попить кофе Не только на набережной Ну и как сказать В городе Вот уже розы цветут Первое мая Очень ненавидно Не видно Второго языка Субтитры а вот там уже набережная и море а вот этот магазин ядро который закрыт часть 1 мая и вообще все магазины закрыты сегодня но же в случае все которые мы видели до сих пор такой сладкий запах это все таки наверное акация ужасно точно и просто раз было так же надо спрыгать в эту канаву и там подниматься наверх интересная схема да мы в прошлый раз точно таким же путем ушли мы сейчас придем под мост где все будет заросшее когда мы вчера приехали в Рафаиловича мы по этому мосту ушли и сверху снимали а под ним что-то недостроенное там или это парковка пойдем поищем какой-нибудь другой район непривычки напрягают такие крутые подъемы конечно на видео это не заметно здесь прям вообще это будет заметно вот так вот по уровню тоже что-то заброшенное тут короче в Черногории очень много такого недостроенного или почти достроенного и заброшенного в последний момент потому что просто не хватило денег и на самом деле и в Сербии такая же тема у нас парковка наверное да это парковка а это баскетбольная площадка блин какая птица настойчивая после всех этих блужданий вышли все равно на трассу здесь есть остановка откуда отправляется в Будву еще в Черногории вешают некрологи на автобусных остановках вот товарищ почил и специальные эти доски здесь стоят огромное количество ржавых кнопок ну что-то все поотрывали раньше было больше переход реально стрёмный потому что здесь все носится блин как не в себя ну вот слава богу прошли пионерская улица а все она закончилась пионерская улица ведет нас от шоссе к набережной к набережной